Он различает свет, темноту, видит очертания людей, детали может рассмотреть на очень близком расстоянии. Виктору Седову 31 год. Зрение он потерял, когда ему было 8 месяцев от роду. В мире, где 90% информации люди получают через глаза, слепому и слабовидящему человеку непросто приспособиться к быстроменяющимся условиям. Получилось так, что я встретил на своем пути определенных людей, которые мне помогли тоже адаптироваться. Из ограниченного круга специальностей, который может освоить слабовидящий человек, Виктор выбрал профессию массажиста. Почти 10 лет он помогает людям восстанавливать здоровье после болезней или физических нагрузок. В планах у него добиться успеха в этом направлении. Само развитие в данном случае, как раз таки развитие идти вперед, развитие тоже самое в социуме, в обществе. По статистике, большинство людей, потерявшие зрение, редко покидают свои дома, не работают и живут на пенсию по инвалидности. Виктор считает, что это связано с тем, что городская инфраструктура не приспособлена для слепых, и им сложно ориентироваться в пространстве. Например, на зданиях не хватает табличек со шрифтом Брайля. Да, в этом городе раскрашены, конечно, пешеходные дорожки, но они не покрыты специальным настилом резиновым. То бишь, если ты идешь, например, с тростью, какой-нибудь человек с тростью, он должен хотя бы минимально нащупать, где находится данный переход. Для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы слабовидящих людей, был создан Международный день слепых. Всемирная организация здравоохранения выступила с такой инициативой 35 лет назад. Дату 13 ноября приурочили ко дню рождения Валентина Гайюи, создателя первых школ для слепых. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.